Салман Дадаев Поднять врачам зарплату и разобраться с проблемой пассажироперевозок в Махачкале. Депутаты Народного Собрания провели первую сессию в этом году. Проверка силы, ловкости и выносливости. Дагестан поддержал всероссийскую акцию «Отцовский патруль Мегафула». У столицы Дагестана новый градоначальник. К его большинством голосов избрали депутаты городского собрания. За процессом в мэрии внимательно следила и наш корреспондент Патьмат Ханапова. Ей слово. Сейчас за моей спиной проходит заключительный этап конкурса на должность мэра Махачкалы. Судьба столицы Дагестана решится в считанные секунды. Изберут градоначальника, депутаты городского собрания. Напомним, что победу одежит тот кандидат, который наберет большинство голосов от установленной численности депутатов, а их всего 45 человек. Так, чтобы стать победителем, кандидату необходимо набрать не менее 23 голосов. Всего подало для участия в конкурсе 40 человек. Это бесплатный конкурс в истории Дагестана, когда такой большой комиссии желающих изверило желание занять место главы городского округа. Основным претендентом на эту должность называли действующего руководителя города Мурада Алиева, который отказался участвовать в предвыборной гонке. Кстати, сегодня он официально заявил в своем инстаграм, что складывает свои полномочия. И вот теперь явным фаворитом остается 39-летний Салман Дадаев, глава управы Басманного района Москвы. Кстати, кандидатуру его поддержало региональное отделение партии «Единая Россия» и сам глава республики Дагестан Владимир Васильев. И, наконец, председатель конкурсной комиссии называет имена тех, кто прошел финал. Их всего трое. Это Салман Дадаев, председатель депутатов Кировского района Махачкалы Эльвира Абиева, а также первый заместитель главы Махачкалы Абдулмуумин Ибрагимов, который за пять минут до голосования снял свою кандидатуру и попросил поддержать Салмана Дадаева. Городу и горожанам нужна ритмичная, плановая и системная работа. Поставить так работу. Сегодня, возможно, есть у кого-то кандидата, который пользуется доверием руководству республики. И вот, меньше чем за полчаса становится известно имя нового градоначальника. Им, как и ожидали многие, становится Салман Дадаев. Его кандидатуру поддержали 39 депутатов. В своем обращении новоизбранный глава поблагодарил за оказанное доверие и признался, что ему было тяжело смотреть на состояние родного города, о чего и согласился принять участие в конкурсе. Соштусь, если на слова своего отца, которым я обсуждал принятие этого решения, которым я ответил Салман, если и ты откажешься, то кто по-твоему это должен сделать. В своих силах новый мэр уверен, а во всяком случае дает понять, что настроен решительно. Скажите, пожалуйста, а что будет, если вдруг у вас не получится? Не может ничего не получиться, если что-то делать. Этому городу не хватало одного. Просто ежедневно система что-то делает. И что значит не получится? Если ежедневно что-то делать, да, может быть получится не все, но ничего не получится, такого в принципе априори не может быть в случае моей команды. Кадровые вопросы, поправки бюджет города и контроль за реализацией федеральных государственных программ новый глава назвал первоочередными задачами на своем посту. Ознакомление с бюджетом, конкретно его составляющей, то есть бюджет обязательных платежей, мне нужно разобраться будет, сколько городская администрация и кому, в каких размерах, в какие периоды, в какие сроки должна оплатить, это очень важный вопрос. Понятное дело, мне нужно будет ознакомиться с бюджетом развития, то есть какие средства у нас есть для того, чтобы реализовывать те иные программы. Следующий вопрос, соответственно, погружение в те программы, в которых город уже заявился на участие. То есть это федеральные программы, это городские программы благоустройства, дороги и так далее. Ну и, наверное, мне нужно будет погрузиться в некоторые кадровые вопросы. Известно одно – будущему мэру дагестанской столицы достанется непростое наследство. Проблем в Махачкале действительно много, и народ выражает надежду на то, что новоизбранный мэр не повторит ошибок предшественников. Патимат Ханнапова, Салман Гетихмайо, телеканал ННТ, Махачкала. Увеличение зарплат врачам, развитие туристической отрасли и охрана здоровья граждан. Эти и другие вопросы обсудили на первой в этом году сессии Народного собрания Дагестана. В ее работе приняли участие депутаты Госдумы и глава республики Владимир Васильев. Все подробности в сюжете Зумруд Гамидовой. Началась работа сессии традиционно с выступлений фракции. Махмуд Махмудов от партии КПРФ остановился на развитии промышленности в республике. Рабочими местами, по его словам, обеспечено более 22 тысяч человек. Однако эти результаты могли быть гораздо лучше. Дагестан может не только работать на импортозамещение, но также производить продукцию на экспорт. Главная задача для развития экономики республики является привлечение инвесторов. Приоритетным направлением промышленности является привлечение инвестиций в создание условий для строительства новых заводов. Для этого в республике созданы 6 индустриальных парков и 4 технопарка. На создание инфраструктуры индустриального парка в Тюбе потрачено более миллиарда государственных средств. За 18-й год не увеличились резиденты ни по одному проекту, включенному в этот индустриальный парк. Работы не ведутся. Поднять зарплату врачам предложил депутат «Единой России» Висим Паша Ханалеев. Ситуацию с некоторыми лечебными учреждениями парламентарий считает катастрофической. В частности, депутат затронул проблему психоневрологического диспансера. Здание построено в 70-х годах прошлого века и требует капитального ремонта. Больные жалуются на сырость и холод. Депутат выступил с предложением использовать опыт проекта «Ста школ». По словам руководства диспансера, загруженность медицинского учреждения также способствует то, что в 13-й районах республики вообще отсутствует врачей-психиатров. Между тем, есть возможность хотя бы как-то разгрузить медицинское учреждение. Депутаты обещали разобраться с проблемами и сферой пассажироперевозок. В первом чтении ими был принят законопроект об организации регулярных перевозок. Данный проект предусматривает возможность льгот на проезд для отдельных категорий граждан. Обращаясь к парламентариям, глава региона подчеркнул, что в данной сфере сложилась неудовлетворительная ситуация и нужно навести порядок. Однако проблема поднятия цен на проезд в маршрутках осталась незамеченной. Вы знаете, у нас есть перевозчики, которые зарегистрировали 70 машин, платят налогов больше, чем те, кто зарегистрировал 900 машин. Качество наших перевозок и транспорта, и оборудования, за которые сейчас отвечать надо перевозчику, но, мягко говоря, вызывают недовольство. Если можно, поддержите нас. А мы, с точки зрения исполнительной власти, муниципалитетов, в этом году намерены серьезно навести порядок с перевозками. И вот я вам привел пропорцию 70 и 900. Вот они деньги, которые появятся у нас в бюджетах, и которые вы сможете проконтролировать, куда они пойдут. Заключение Владимир Васильев призвал представителей фракции не просто озвучивать проблемы, но и предлагать конкретные меры по их решению. Замрут Гаминдова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Водитель из Дагестана спас дальнобойщика, вытащив его из горящей машины. Инцидент произошел на автодороге М4 Дон в Москву. Мужчина увидел бедственное положение коллеги и поспешил на помощь. Сам Расул Ахмедов получил ожоги рук и лица, но ему удалось вынести человека без сознания из салона автомобиля. Грузовик после этого выгорел полностью. Чтобы последствия не были печальными, нужно соблюдать правила. Такую, казалось бы, очевидную истину разъясняли владельцам домов по улице Котрова, специалисты МЧС и газовой службы. Список нарушений оказался внушительным. Все подробности у Луизы Рожабовой. Электропроводка с оголенными концами, использование резиновых шлангов для подвода газа, дымоходы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности. Список нарушений можно продолжать долго. По словам инспекторов, МЧС улицы Котрова была выбрана не случайно. В жилом секторе данного района наблюдается большое количество нарушений, в чем и убедились участники рейда. Много вопросов к домовладельцам возникли также у сотрудников газовой службы. Железная труба должна быть. Она где-то тресет, где-то здесь, и начнет пропускаться на вас. Ну здесь вот полуостромат, я со мной. Тут поголовно напрямую соединение всех. Это что, просто... Просто это хануть сюда цеплялся. Здесь соединение просто, шланг не хватал, кусок добавили. Это нарушение считается? Конечно. Основные нарушения – это самовольное подключение газового оборудования путем шланговых соединений. И шланговые соединения – это резиновые шланги, которые используются только для воды. И они еще бакинского типа, что могут привести к печальным последствиям. Мы, как сегодня видели, практически во всех домах, которые мы обошли, одни и те же нарушения. Что самое невероятное – это абоненты, понимая того, что они сами себя нарушают, и отсутствует допуск газа, использовавшего оборудование, сотрудников компании. То есть отказываются допускать работников для проведения технического обслуживания и вообще для устранения данных замечаний. Как отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Дагестан Эльдар Хамавов, по результатам проверок в жилом секторе будут приняты соответствующие меры. В ходе сегодняшнего рейда по жилому сектору города Махачкалы и поселка Красноармец были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Это неправильная эксплуатация газовых приборов, неправильная эксплуатация электрооборудования. В ходе проверок инспекторам государства пожарнадзора были проведены разъяснительные работы с населением, разданы листовки на противопожарную тематику. По результатам рейда будут направлены соответствующие информации снабжающим организациям. Хотелось бы обратиться к жителям республики, чтобы при проведении таких-то профилактических мероприятий допускали работник газовых служб государственного пожарнадзора к своим отопительным приборам, чтобы мы могли в свою очередь провести разъяснительную работу, указать на те недостатки, чтобы их можно было на месте устранить и принять меры по недопущению черчайной ситуации. Специалисты напоминают жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту. Ваша халатность может привести к печальным последствиям. Чехия и Дзербент будут сотрудничать в области культуры, туризма и спорта. Об этом говорили на встрече Хизри Абакарова с президентом Чешского национального фонда культуры Игорем Старожильцом. В Дзербенте, возможно, проведут международный фестиваль фольклора и традиционной культуры, в котором смогли бы принять участие творческие коллективы, студенты и фольклорные ансамбли из Чехии. Здесь для туристов проведут недельный тур. Они смогут ознакомиться с народными промыслами, музеями, кухней и историей древнего города. В свою очередь в Чехию пригласили жителей Дзербента, прежде всего детей, которые участвуют в самодеятельности, отличились в спорте и учебе. Первые поездки запланированы уже в начале этого лета. Министерство здравоохранения совместно с благотворительным фондом Инсан организовали обучающий цикл для врачей, направленный на повышение качества пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода. Для этого были приглашены преподаватели из Российской медицинской академии после дипломного образования. Они проводят для местных специалистов двухнедельный обучающий цикл, состоящий из теоретической части и практикума. Дагестанских врачей-узеологов на специальных курсах обучают тонкостям пренатального скрининга на высоком экспертном уровне. Обучение проводится с целью повысить выявление врожденных пороков развития еще во время беременности. Чтобы наладить систему пренатальной диагностики, в Дагестан прибыла главный специалист Минздрава России в этой области Людмила Жученко. Вся цель нашего приезда подготовить врачей, посмотреть их практические навыки, определить лучших для того, чтобы помочь сформировать органам управления в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации Республики Дагестан, выделить этот штат врачей для проведения массового пренатального раннего скрининга беременных женщин в целях здоровья ребенка, сохранения его жизни, снижения младенческой смертности. Проверка силы, ловкости и выносливости. Дагестан поддержал всероссийскую акцию «Отцовский патруль. Мы готовы». Накануне в Махачкале в зале центра волейбола родители и их дети сдавали нормы комплекса ГТО. Все подробности у Курбана Рагимова. Прыжки, отжимания и упражнения на растяжку. Акция собрала около сотни махачкалинцев. Участвовали как дети, так и взрослые. Чемпион мира по вольной борьбе Курамагмед Курамагамедов уверен, в пропаганде физкультуры и спорта важен личный пример. Отец всегда приходил, поддерживал меня. Мама всегда поддерживала, потому что и разбудить, на тренировку покушать, в уровне спать. Режим делать от родителей, в первую очередь зависит. Потом уже тренер занимается. Не каждый становится чемпионом, но следить за здоровьем должны все. На тестирование проходили целыми семьями. Участникам фестиваля предстояло сдать по четыре норматива, но для получения значка «Отличие ГТО» требуется вдвое больше. Поэтому все результаты, полученные здесь, судьи вносят в протокол. И они будут зачтены при дальнейшем выполнении комплекса. Наша задача сейчас – это показать пример и дать вот такой импульс, чтобы люди запомнили самую главную вещь. Что для простых вещей воспитательных не нужны какие-то здания, цифры, указы, законы или что-то. Для этого нужен личный пример родителя. Вот пока я сама не возьму своего ребенка и не приведу его в спортзал, пока я сама вместе с ним не выйду на пробежку или хотя бы просто на прогулку, да, очень сложно объяснять теоретически ребенку, что не надо курить, что нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Семьи, показавшие лучшие результаты, были награждены медалями, грамотами и кубками соответствующих степеней. В рамках акции планируется проведение мероприятий и в других городах и районах республики. Присоединиться к ним может любой желающий. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова